Всем большой привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Давно я не снимала формат пустых баночек и у меня накопилось за это время достаточно большое количество пустышек. И давайте начинать. Начнем, пожалуй, со средств по уходу за волосами. Первое, что у меня закончилось, это шампунь марки Санта. Я брала на фармакосметике на пробу, взяла две тупы и на самом деле шампунь мне этот не очень понравился. Мне нравится маска из этой линейки, она также будет в пустышках. Я, наверное, за год заканчиваю их штук 6 точно. И решила попробовать в первый раз вот этот шампунь. В принципе, шампунь неплохой за свою стоимость. Да, он пенится, у него чуть больше расход из-за того, что все-таки вспенивание не такое обильное. Запах на любителя пахнет он ландышем. Но, в принципе, шампунь не сушит волосы, среднячок, но есть и продукты получше. Так, следующее, что хочу вам показать, это будет как раз-таки одна из масок. Это маска из этой же линейки. Я за эти три месяца закончила их, наверное, штуки две. Одну я уже выкинула и вот эту я все-таки решила вам показать. В прошлый раз она также мелькала в пустых баночках. Я этой маской пользуюсь достаточно часто. У меня за год уходит штук 6-8 точно. Она очень хорошо увлажняет, питает волосы, придает им блеск, облегчает расчесывание. Так, сейчас посмотрим. Здесь совсем чуть-чуть осталось, я не знаю, будет видно. Она такая с легким бежеватым оттенком и очень вкусно пахнет свежей грушей. Эта маска мне очень нравится, очень хорошая. Тем более, она стоит где-то порядка 150 рублей. Это прям максимум. Так, следующее, что посмотрим. Это, наверное, будут продукты для тела. Так, и покажу вам вот такую вот грязевую термомаску от Florissant. У меня эта маска второй год, и я просто решила ее добить в этом году. Маска неплохая, хороший у нее разогревающий эффект. Если кто любит такие маски, жжется достаточно сильно, но при этом кожа не раздражает. По эффекту, скажу так, пока вы пользуетесь этой маской, он действительно есть. Кожа кажется более упругой, мягкой. Но сказать, что прям она убирает какие-то следы целлюлита, ну, это, конечно, все под большим вопросом. Поэтому повторять маску точно не буду. Хотя, в принципе, эффект мне с ней нравился в плане того, что она хорошо разгоняет лишнюю воду. То есть, если ей начинаешь пользоваться, первое время ты видишь эффект, что кожа слегка подтягивается за счет того, что кровь циркулирует быстрее. Но, в принципе, не вижу смысла в ней так заморачиваться. Эта маска сидеть нужно минут 30. Причем пользоваться ей нужно каждые дня 3-4, чтобы эффект был заметен. Лучше заниматься, конечно, спортом и придерживаться правильного питания. Будет эффект не хуже. Так, следующее, что мы с вами посмотрим, это будет гель для душа, также марки Санта. Я, в общем, этой весной достаточно активно закупилась этой маркой на фармакосметике. Были очень хорошие скидки. То есть, там шампуни были где-то порядка 150 рублей выходили. Маски также где-то. И взяла на пробу гели для душа. Потому что из этой марки я в основном пользуюсь только масками. И решила попробовать. Первым я открыла банановый. Он до сих пор пахнет очень вкусно. Но запах не очень натуральный. Но мне, в принципе, нравится. Пенится хорошо. Расход небольшой. Поэтому, если вы ищете какие-то бюджетные гели для душа, я также использую их часто в качестве жидкого мыла. Поэтому советую. Мне понравилось. Так, и посмотрим еще также на средства для тела. У меня был вот такой вот скраб от Ameliorate. Он мне попадался в боксе от Look Fantastic. У меня были такие штуки, наверное, 3-4. Скраб этот мне очень понравился. Конечно, за полную цену я бы подумала, стоит ли его покупать. Потому что есть очень хорошие скрабы, которые есть в магазинах, более доступные сейчас для нас. Но скраб действительно очень мягко полирует кожу. От него очень хороший эффект. То есть он не раздражает кожу. Мягко полирует. Единственный минус для меня, что этот скраб больше, наверное, для рук, тела. Но бедра и ноги я предпочитаю более... Скрабы с большей абразивностью. И мне не очень понравился у него запах. Он такой какой-то кремовый. И когда уже истратилось больше половины средства, мне кажется, он стал немножечко меняться. Но, в принципе, скраб был неплохой. Так, по средствам для тела. Так, у меня еще остался вот такой вот скраб от чистой линии. Этот скраб я использую не по прямому назначению. То есть на лицо я его не наношу никогда. Скраб этот использую в качестве... Сначала оговорюсь, наверное, я крашусь в черный цвет. И те, кто также окрашивает волосы в темные оттенки, я думаю, меня понимают, что после окрашивания есть определенные сложности со смыванием краски. И вот этот скраб я как раз-таки использую, чтобы чистить следы с кожи от краски. И также часто его использую именно вот как раз-таки на бедра, на ноги. Он очень хорошо отшелушивает. Для лица считаю, что он слишком агрессивный. То есть, да, он отшелушивает, кожа мягкая. Но мне кажется, что косточки, которые входят в состав, они достаточно травматичные. И... Ну, я не использую такое для своей кожи. Для тела отличный скраб. Даже в таком маленьком объеме его хватает на очень большое количество времени, поскольку у него очень много косточек в составе. Так, следующее, что давайте, наверное, посмотрим, это будет крем для рук. Крем для рук от This Works. Этот крем у меня также был из бокса Look Fantastic. Не советую никому. Крем особо не делает ничего. То есть, он питает руки буквально минут на 10. После этого они возвращаются в свое прежнее состояние. И запах. Этот запах был просто убивающим. Он пахнет какими-то травами, аптечный. Но меня он очень смущал. У меня этот крем, я его не могла закончить всю весну. И вот только совсем недавно подошел к концу. Я просто его измазала, как говорится, на ноги. Попыталась его взять на работу. Один раз там руки, может быть, помазать, поскольку я достаточно долго провожу на работе. И думала, что пойдет. Но нет, у него такой запах сильный, что я решила, что там его лучше не использовать. Так, давайте покажу теперь, наверное, средство для лица, которое я использовала за этот месяц. И начнем, пожалуй, с масок, наверное. У меня были вот такое вот саше двойное от Виши. Я не первый раз покупаю маску пилинг. Мне она очень нравится. Мягко отшелушивает. При массировании немного краснеет кожа. Но, в принципе, это все в рамках приличия, как говорится. Вот. И эффект на коже мне очень нравится. Она становится гладкая, мягкая, хорошо очищается. Вот такого саше мне хватает, наверное, раз на 2-3. То есть, это не одноразовый. Я отрезаю уголочек. Храню там в течение недели. Я стараюсь допользовать это саше. Маску такую я повторяла и в полноразмере в баночке. Но мне, на самом деле, оказались в саше они удобнее. Просто потому, что не надо постоянно руками лазить куда-то. Место занимают минимальное. И можно брать с собой в поездки. Так. Следующее, что вам покажу. Давайте, наверное, это будут также продукты от Виши. У меня был крем. Так. Сейчас покажу. Вот такой вот Neovadiol. Если я не ошибаюсь, это да. Это для нормальной комбинированной кожи. Я пользовалась им в конце зимы. То есть, я пропользовалась им всю зиму. Начало весны. Он у меня закончился. Я такие питательные крема. Очень люблю для своей кожи. Вот в холодный период времени они очень хорошо питают. Разглаживают кожу немножечко. Но на более летний период для меня это уже слишком. Потому что кожа все-таки жирнится. Она у меня комбинированная. Крем по текстуре достаточно плотный. У него небольшой расход. Приятный аромат. Косметический до сих пор остается. И такие крема я однозначно советую. Потому что даже эффект от них я вижу на коже. В плане того, что они действительно немного разглаживают рельеф. Так. Следующее, что покажу. Это также будет Виши. Моя любимая мицеллярка. От Виши. Они у меня заканчиваются достаточно часто. Я их всегда беру в таком минимальном объеме. Беру в поездки. Дома ими пользуюсь постоянно. Мне очень нравится эта мицеллярка. Она не щиплет глаза. Хорошо снимает макияж. Не размазывает ничего. Даже с водостойкими тушами справляется на отлично. Так. И еще из мицеллярок у меня была Гарния. Вот практически все весно и начало лета я пропользовалась ей. А мицеллярка мне понравилась. Она хорошо снимает макияж. Также не щиплет глаза. Кожу я бы не сказала, что глаза на нее реагировали хорошо. Слизистая также. Тоже расход минимальный. И даже с водостойкими продуктами она хорошо справлялась. Поэтому советую. Возможно повторю в ближайшее время. Потому что запасы Виши у меня остались не такими большими. А ценник на них сейчас достаточно вырос. Так. И посмотрим давайте на средства для умывания. У меня их скопилось очень много за этот период. И пожалуй начнем сначала с полноразмерного от ЦРВ. Это масло для умывания у меня было. Я им пользовалась в прошлой осени. Рассуд у него очень экономичный. Закончилось оно в конце весны. Если я не ошибаюсь. Мне это масло очень понравилось. Хорошо очищает. Не провоцирует излишнюю выработку кожного сала. Замечательное масло. Оно ближе конечно к гелю. Потому что у него форма вот такая. Хорошо пенится. И я бы однозначно повторила эту покупку. Помимо этого я закончила также две миниатюры вот этого масла. Они у меня также были. За это время ушли вот за летний период. И закончилась миниатюрка вот такая вот. Моего любимого геля от La Roche Fasé. И по клару в зеленом флаконе. Этим гелем я пользуюсь на постоянку. То есть до масла от сыровой я им пользовалась наверное уже больше года. А сейчас конечно я взяла уже немножечко другие продукты. Я давно не пользовалась пенками. Поэтому купила. Но в принципе на постоянку для моей кожи. Вот этот гель он просто замечательный. В свое время мне позволил избавиться от высыпаний. И хорошо поддерживает состояние моей кожи по текущему периоду. Так. И остались у нас совсем немножечко средств. Наверное сначала расскажу про вот такой вот крем для век от Lancome. Джиннифик. Этот крем мне не очень понравился. Во-первых он немного мне пощипывал кожу вокруг глаз. У меня был такой эффект. И в конце концов вот эти 5 миллилитров они превратились в вечность. Я пользовалась им очень долго. Здесь такая достаточно плотная силиконистая текстура была. И по итогу я решила в него добавить капли от Clorans с автозагаром. И наносила его уже на всю кожу. И вот как раз таки когда наносила на всю кожу. Мне эффект понравился намного больше чем когда я использовала его для кожи вокруг глаз. Хорошо он питал кожу. Разглаживал рельеф. В принципе для глаз не рекомендую его. Но как для кожи вот в последнее время мне он понравился. Я не знаю может быть как-то кожа к нему уже привыкла. Но не нравился мне он в первую очередь из-за того что пощипывало глаза. Кожа вокруг глаз. И у него все-таки есть в составе спирт. Поэтому тут уже думайте кому что нравится. Но вообще эту серию достаточно хвалят. У меня есть еще сыворотка. Из этой линейки. Но ее еще пока не вскрывала. Пока я ничего не могу вам сказать по поводу нее. Так. Покажу также. Моя любимую термальную воду. От Le Roche-Posay. Такой термальной воды мне хватает на достаточно длительный период времени. То есть я и пользовалась с весны. И вот только что закончила. Использую после эпиляции ее на тело, лицо иногда. Мне она нравится. Хорошо успокаивает. Увлажняет кожу. И в летний период ее использую также для освежения кожи. Так, если можно сказать. Так. И остались у меня миниатюрки парфюмерии. Которые закончились за этот период. Сейчас вам их все покажу. Начнем с трех пробничков. Так. Первый пробник. Я извиняюсь, если я неправильно буду называть это. Вильгельм Парфюмер Пуэццов Берлин. Это парфюмерная вода. Мне очень понравилась. Пахнет достаточно тепло. Согревающе. Здесь очень приятные ноты ванили. Причем она такая достаточно терпкая. Очень вкусный аромат. Мне понравился. На осень, зиму. Просто шикарный. Я его использовала холодной весной. И мне его хватило достаточно надолго. Очень понравился. Я бы, если честно, вот этот аромат повторила. Потому что здесь очень вкусная ваниль. При этом она не свербящая. И аромат очень хорошо держался на коже. Следующее, что я вам покажу. Это Мюглер Элиан Годес. Этот аромат мне не очень понравился. Он также с ванилью. Но здесь ваниль такая, мне показалось, достаточно химозная. Плюс здесь еще есть белые цветы. И если я не ошибаюсь. Аромат достаточно простенький мне показался. Если можно найти простенькие ароматы у Мюглер. Поэтому они не всем в принципе подходят. И вот этот Элиан мне не подошел совсем. По стойкости у него было в принципе все неплохо. Где-то часов 6-5 он держался. Но лично по моим ощущениям, не самый лучший аромат у Мюглер. И здесь у меня есть пробничек Ланком Трезор Ньют. Этот аромат очень вкусный. Здесь также есть вкусная ваниль. Цветы я чувствую. Очень вкусный аромат. Поэтому вот этот бы я точно затестила. Здесь я не помню, то ли персик, то ли что-то фруктовое также есть. Но очень вкусно пахнет. Поэтому этот аромат однозначно советую. И мой любимчик закончился в миниатюрке. Это Джорджо Армани Сип Сион. У меня была вот такая миниатюрка. Она у меня была достаточно давно. И просто я решила, что в этом году я попробую добивать какие-то... Так, куда делся фокус? Я попробую добивать миниатюры, чтобы просто не занимали место. У меня достаточно много парфюмерии. Причем как в формате фиолог, вот таких вот маленьких, так и вот таких миниатюр. Этот аромат один из моих любимых. Здесь прям такой очень хороший розовый перец. Цветы. Я не помню, здесь то ли роза, то ли пион. Но очень вкусно пахнет аромат. Хорошо, красиво раскрывается на коже. Женственный. Очень притягательный. Шлейфовый. И держится очень долго на коже лично у меня. Кожа у меня холодная. Поэтому вот этот аромат однозначно советую. Так, ну а на этом все. Все мои пустышки за конец весны, начало лета я вам показала. Если вы также чем-то пользуетесь, буду почитать ваши отзывы в комментариях. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok